Продолжение следует... 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 Но дьявол, не терпя даже желания спасения, стал его искушать. Андрей услышал сильный стук в свою дверь. Он испугался и накрылся козьей шкурой. И дьявол стал смеяться. Посмотрите на того, кто вчера ел бобы, а сегодня хочет бороться с нами. Андрей очень испугался этого. И вот он во сне видит, как он стоит на поле. По обе стороны этого поля две группы людей. Одни светлые, другие темные, как Эфиоп. И светлые подвигали его на то, чтобы он сразился с Эфиопом, большим и страшным. И вот Христос, который спустился с небес, сказал ему, не бойся. Хоть он на вид такой и страшный, но на самом деле, как трухлявое дерево. Если ты будешь бороться в виде креста, то одолеешь его. Так оно и случилось. Далее надо вспомнить следующий случай и жития блаженного Андрея. Однажды в Константинополе был очень сильный мороз. И вот много людей погибало. И он, поскольку еродствовал и ходил практически без одежды, очень страдал от стужи. Никто его не принимал. Ни нищие, которые его выгоняли. Наконец он увидел собаку, которая была недалеко от храма. Он хотел лечь к этой собаке, чтобы согреться от ее тепла. Но и та его прогнала. Он себе сказал, что, Андрей, по грехам твоим даже собаки не хотят с тобой общаться. Когда он смирил свою душу до такого, то Господь даровал ему зреть великое видение. Он был восхищен, подобно апостолу Павлу, на третье небо. Там он увидел Христа. И когда ангел показывал ему райские селения, ему захотелось увидеть Пресвятую Деву. Ангел, который его сопровождал, сказал, ты хочешь увидеть Преблагословенную Деву, но ее здесь нет. Она находится в многотрудном и многоскорбном мире и помогает христианам в их скорбях. И вот как бы в награду за это смирение и желание увидеть Пресвятую Деву Господь исполнил это желание. И во время молитвы Блаженный Андрей увидел Пресвятую Деву как раз за тем занятием, о котором говорил сопровождающий его ангел. Матерь Божия усердно молилась Своему Сыну о людях предстоящих и покрывала огневидным своим покровом всех предстоящих людей. Это явление Пресвятой Богородицы было не только для Блаженного Андрея, хотя в Церкви видел только он и его ученик это видение. Это видение было и для всех нас. О чем оно говорит? О том, что часто мы, находясь в грехах, боимся вступить на путь спасения. И подобно Андрею, когда искушения приходят, мы накрываемся козьей кожей, желаем спрятаться от всего этого. Но разве можно спрятаться от дьявола и от искушений козьей шкурой? Нет, конечно. И вот, когда Матерь Божия явилась Блаженному Андрею, она показала, под какой покров нужно прятаться. Не под козью шкуру, не за вещественное благо нужно покрываться, но нужно искать покрова Пресвятой Девы. Что-то есть материнское в том, когда Матерь Божия снимает с себя собственную одежду и покрывает ею христиан. Мы знаем, когда дети мерзнут, они жмутся к своей матери, и любящая мать покрывает их своей одеждой. И Пресвятая Дева является также для нас духовной матерью. Мы, которые мерзнем от наших грехов, жмемся к Пресвятой Деве, и она своим покровом покрывает всех нас. В этот светлый день, воскресный день, нужно быть прежде всего благодарными Пресвятой Девой за ее материнскую любовь и просить у Пресвятой Девы, чтобы она этот покров от нас не отнимала, чтобы всегда быть под этим покровом. Да, мы грешные люди, мы боимся скорбей, мы прячемся, но если Пресвятая Дева с нами, то никакие скорби, никакие эфиоповидные бесы не могут напугать нашу душу, не могут испугать душу христианина, который всем своим сердцем хочет себе спасения. Не все могут воспринять такой великий подвиг, который взял на себя блаженный Андрей. Но тем не менее, Матерь Божия покрывала не только блаженного Андрея в храме, она покрывала всех людей. И вот сегодня на службе мы слышали песнопение Кондака праздника. Дева днесь предстоит в церкви. Это не воспоминание события X века. Это свидетельство того, что сейчас происходит. И вот сегодня Дева также присутствует в церкви. И те, кто признает свою греховность и просит ее покрова, получают этот невидимый покров. Пресвятая Владычица, Богородица, не остави нас грешных и покры нас честным Твоим покровом. Аминь. С праздником! Храни вас всех, Господь! Спасибо! Спасибо!